10 моделей с провокационной внешностью, покоривших мир моды. Секс-символ Армини Арутюнян. 27-летняя враженка Еревана стала настоящей звездой Гуччи, пройдя по итальянскому подиуму. Правда, мнения о внешности модели разделились на два полюса, одни восхищались естественностью девушки, другие заклеймили ее браком моделинга. К счастью, рекрутера от модного дома, заметивший Армини во время ее путешествия по Берлину, счел ее отличным дополнением к новой программе бренда, нацеленной на натуральность. До того, как она приняла участие в показе, Арутюнян изредка фотографировалась для армянских проектов и рисовала. Дедушка модели Азизян Хачатур, известный живописец. К художественному таланту девушки у критиков претензий нет, а вот ее включение в список 100 самых сексуальных моделей мира, составленный Гуччи, вызвал вопросы. Белоснежка Сюэли. Необычная внешность китаянки стала ее бедой и благословением. В ее родной стране альбинизм считается свое родо проклятием, поэтому родители отказались от нее. В приюте девочка получила прозвище Сюэли, что переводится как «снег и красота». Будущая звезда мировых подиумов даже не знает, сколько ей лет, ведь отец и мать не оставили никаких данных. В прошлом году Сюэли прошла медицинский тест на определение возраста. Говорит, врачи установили, что ей примерно 15. Три года назад она попала на обложку Волк вместе с Ланой Дель Рей и предложения о сотрудничестве посыпались на нее, как праздничное конфетти. При этом девушка все еще испытывает некоторые сложности в работе, но это точно не стеснительность. Из-за альбинизма ее зрение сократилось до 10 процентов, поэтому модели попросту больно выносить вспышки фотоаппаратов. Но Сюэли научилась ладить с фотографами, потому что считает, что кратковременная боль не должна мешать ей доказывать миру, что красота бывает разной. Молли Бэйр – девушка от Шанель. Вы наверняка видели Молли, она стала знаменитостью после сотрудничества с модным домом Шанель, который традиционно представляет элегантность и изящество. Пользователи сети отреагировали бурно, да что там, сама Молли не поняла, как ребенок с монобровью и в футболке с йодой мог стать частью модного мира. Но множественные едкие комментарии, а девушку сравнивали и с тараканами, ее не особо смутили. Свою внешность Бэйр оценивает с завидным чувством юмора. Себя модель называет смесью инопланетянина, крысы, демона, гоблина и гремлина смело. Этим коктейлем необычных черт лица и самоиронии восхищены крупнейшие бренды мира. Мейзен Марджиэлла, Марк Якобс и Фэнди чуть ли не дрались за возможность пригласить ее на свои съемки. Краса Ижевска, Лиза Астанина. Подобные истории неожиданного успеха уже не кажутся фантастикой после примера Натальи Водяновой. Но Лиза из Ижевска явно не вписывается в стандарты подиумной красоты, хотя очень многие считают ее очень симпатичной. По крайней мере, так точно решил скаут, который нашел девочку в интернете, хотя это конечно довольно опасный пример. Будучи 12-летней школьницей, Лиза получила письмо в социальной сети от незнакомца, который позвал ее на модельный кастинг, о чем она сообщила матери. Взвесив все, они вместе отправились на пробы и не прогадали. После этого судьбоносного дня на Астанину посыпались заманчивые предложения, а к 17 годам она уже успела пройти по подиуму в нарядах Гуччи, Валентина, Диор, Элександр Маквин, Гевенчи, Баленсиаго и Прадо. Иса Лиш. Мексиканка с пронзительным взглядом тоже встретила судьбу, появившись в нужное время в нужном месте. Хотя сама Иса в этот день чувствовала только раздражение, отец заставил ее помогать ему в семейном суши-ресторане в наказание за плохие оценки. Что поделать, пришлось ей принимать и разносить заказы. На счастье, в заведение забежал проголодавшийся модельный скаут, который тотчас напророчил лишь большое будущее. И он не ошибся, угловатые черты лица оценили Рошес, Гевенчи, Прадо, Марк Якобс и другие знаменитые дома. Работодатели частенько предлагают ей не просто ступить на подиум, но и стать лицом целых коллекций, ведь им импонирует сочетание необычной внешности и интеллекта Исы. К 28 годам она говорит на испанском, японском, английском, французском и португальском, договориться сумеет точно. Девочка эльф Лаура о гриде. Вы можете удивиться, как в подборку попала эта миловидная ирландка. Но она долгое время была уверена в том, что никто и никогда не посчитает ее красивой. Причиной всему насмешки одноклассников из-за ушей. Лаура решила бороться с низкой самооценкой кардинально и пошла на конкурс моделей, где ее эльфийские ушки заметили представители индустрии. Они-то, в отличие от одноклассников о гриде, знали, что они принесут ей славу. Улыбка Линдси Виксон. Эта смелая американка ворвалась в индустрию, как ураган. Ее первой работой стала обложка Vogue Italia, которой удостаиваются не все даже спустя многие годы тяжелой работы. Линдси получила ее в 15 лет, а затем собирала контракты и приглашение на участие в показах, как грибы после дождя. Закончив один проект, она сразу начинала новый. Элександер Маквин, Джилл Стюарт, Васачий. Бренды выстраивались к ней в очередь, покоренные ее улыбкой, заметной щелью между зубов и полными губами. Находясь на пике популярности, в 2017 году Виксон объявила об окончании карьеры. Модель разорвала сухожилия и сообщила, я чувствую, что моя травма это знак. Я благодарна индустрии за каждый ее урок. Теперь я понимаю, как важно слушать свое тело и спокойно принимать перемены. После ухода из индустрии моды, она пообещала податься в пилоты. Что-что, а быть на высоте она точно умеет. Королева андеграунда Джейми Бачерт. Проще сказать, в каких показах американка не участвовала, чем перечислить те бренды, которые заключили с ней контракты. И это на самом деле не удивительно, ведь андрогенность все еще не вышла из моды, а Джейми с ее острыми скулами и взглядом из-под лобби соответствует всем канонам жанра. Удивительно, но особенно хорошо ей удаются сексуальные фотосессии. Правда, все они имеют явный оттенок сада маза. Вы могли слышать о 44-летней Джейми еще и из-за ее яркого брака с Сергеем Скляренко и романом с актером Майклом Питтом. Оглушительный успех в моделинге она, в любом случае, совмещает с музыкальной карьерой. Несложно догадаться, что и композиции у нее не всегда, традиционные. Келли Миттендорф. Фанаты шоу «Топ модель» по-американски, глядя на Келли, сразу поймут, что ее тип стронг фейс, а еще она умеет улыбаться глазами. Строгое выражение лица и настойчивый взгляд сделал ее одной из главных моделей Прада. В лоббуках Миттендорф редко улыбается. Ей стоит только с легким прищуром посмотреть на фотографа, чтобы создать свой запоминающийся образ. Как и многие девушки из нашего списка, она начала профессиональную работу рано. Вскоре после первого кастинга получила работу в Лос-Анджелесе, а еще через пять лет как раз сворвалась в мир Прада, где задержалась, найдя большое признание. Вот это мы называем, пришла, увидела, взглянув на рекрутеров, фирменным взглядом победила. Пионер Шон Рос. В 2009 году молодой житель Бронкса был объявлен первым мужчиной-альбиносом, работающим профессиональной моделью. Правда, он себя считает в первую очередь активистом, а потом уже манекенщиком. У Шона есть четкая позиция, он участвует в тех показах, кампаниях и съемках, которые пропагандируют разнообразие форм, внешности, мнений и взглядов. Дейверсити одним словом, все, что у нас есть, мы сами и то, что нам дал бог, заявляет Рос. И его слышат во многом благодаря звездным коллаборациям. Колоритного парня с удовольствием зовут для совместной работы над клипами Кэти Перри, Бейонсе и Лана Дель Рей. Насчет пластической операции и ринопластики при Шоне лучше не заикаться, ибо свой нос он обожает и всячески несет идею принятия себя в мир. Стойкая Мелани Гайдос. Пожалуй, главный герой нашей подборки. Знаменитой и успешной 32-летнюю Мелани сделала эктодермальная дисплазия, редкое генетическое заболевание, которое влияет на строение лица, кожу, зубы, волосы и ногти. У Гайдос всего три зуба, и те молочные, остальные выпали еще в детстве. Девушка никогда не жила затворницей, и даже сложно представить, сколько критики она услышала за всю жизнь. К 16 годам она впала в глубочайшую депрессию, из которой смогла выбраться, движимая одной мыслью. В мире есть и другие люди, отличающиеся от большинства, а значит, она не одна. Мелани начала искать фотографов, которые как раз ратуют за разнообразие, и нашла. А мир моды нашел ее. С Гайнас работали такие профессионалы, как Кристиан Мартин, Вайс и Скотт Ирвин. Вместе с ними на Гайдос обратила внимание и немецкая группа Rammstein. Модель, кстати, переехала в Нью-Йорк и с удовольствием гуляет по городу в окружении миллионов людей. Ей больше не страшно услышать что-то плохое в свой адрес, ведь она полюбила себя, а значит, никто не может ей навредить.